В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комалихина подвела итоги работы за два года. Конечно, в преддверии Нового года хочется жителям рассказать, что удалось сделать, а что еще предстоит. Ветераны-строители Московской области побывали в гостях в нашем муниципалитете. Я бы в таком городе с удовольствием жил бы. Спектакль по одной из сказок Ганса Христиана Андерсона с успехом прошел на сцене седьмой школы Видного. Что так стучит в мои груди, что за вода течет из глаз, я вижу мир, как в первый раз. Глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комалихина подвела итоги работы за два года. И представила отчет, на котором побывали местные жители, а также наша съемочная группа. Мероприятие состоялось в Доме культуры поселка Петровское, отреставрированном как раз за время отчетного периода. Жители поселения собирались в зале под аккомпанемент гармонии и русских народных песен. В должности главы городского поселения Горки-Ленинский я работаю уже больше двух лет. И мой отчетный период это 18-19 год. Конечно, в преддверии Нового года хочется жителям рассказать, что удалось сделать, а что еще предстоит. Два года это небольшой срок, конечно, у нас очень много планов, но много сделано. За два года в Горках-Ленинских произошли заметные позитивные изменения. В микрорайоне Купеленка, самой густонаселенной территорией поселения, появились школа и детский сад. Готовятся к открытию офис врача общей практики. В рамках инициативного бюджетирования проведено благоустройство нескольких дворов, обновлена набережная реки Купеленка. Идет строительство выезда на трассу М4 Дон. А также начались работы по ремонту дороги Ермолина-Сопронова-Калиновка. Был разработан проект капитального ремонта автомобильной автодороги с устройством тротуара и освещения. Правительство Московской области подтвердили финансирование. Это более 80 миллионов рублей на 2020 год. Техническая документация подготовлена. Заказчикам выступит Мосавтокур. Большая работа была проведена в деревнях поселения. В Пуговичине и Калиновке организовано уличное освещение и сделан ремонт дорожного полотна. В поселке Горки-Ленинске появились современные детские площадки. На нескольких участках обустроены новые парковочные места. Руководство поселения постоянно находится в диалоге с населением. А помогает в решении поставленных задач муниципальная власть. Много что сделано. Я хочу еще раз каждого из вас поблагодарить. И пожелать преддверия новогодних праздников, добровольствия, уюта и благополучия нашим семьям. И, конечно же, процветания и всеми деревнями поселения. За личный вклад в развитие городского поселения Горки-Ленинский были награждены сотрудники муниципальных учреждений и местные жители. «Приятно, неожиданно. Честно говоря, не ожидал, потому что я довольно-таки недавно только работаю в нашей организации. Ну, видимо, как-то проявил себя, раз меня наградили. Спасибо огромное». По окончании мероприятия собравшиеся делились впечатлениями от отчета. «Чувствуется, что все мелочи, они не проходят просто так. И все слова жителей услышаны. И я думаю, что наверняка каждый бы мог что-то свое предложить. И это будет услышано администрацией и обязательно в порядке сделано». Работа администрации продолжится в тесном контакте с жителями. Дмитрий Книга, Александр Логинов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Мособл.Избирком провел масштабное обучение перед выборами в Ленинском округе. Собрание организаторов прошло в районном Доме культуры. На мероприятии были члены участковых избирательных комиссий, кандидаты, наблюдатели, представители общественных организаций, силовых ведомств. Всего порядка 280 человек. Заместитель председателя избирательной комиссии Московской области Олег Селегзянов подробно рассказал о процедурах досрочного голосования и голосования вне помещения, а также о других важных моментах выборного дня. Избирательное законодательство, оно, в общем-то, динамически изменяется постоянно. Очень часто наш основной закон – это закон об основных гарантиях избирательных прав. И, в общем-то, он постоянно меняется. Но процедуры голосования, требования к организации голосования со стороны участковых избирательных комиссий, они более-менее стабильны. Об этих требованиях участковые избирательные комиссии прекрасно все знают. И, в свою очередь, они обеспечивают реализацию избирательных прав граждан. Начальник УМВД России по Ленинскому району Алексей Бадин рассказал об обеспечении безопасности и охране общественного порядка в день проведения выборов. Я могу заверить, что личного состава для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности как при подготовке, так и при проведении выборов мы располагаем достаточно личного состава. Напомним, что выборы в Совет депутатов Ленинского округа пройдут 22 декабря. С дружеским визитом в Ленинский округ приехали ветераны-строители Московской области. Гости ознакомились с историей нашего края и посетили достопримечательности. Слово Юлии Пагасьян. Люди, которые в свое время строили города Московской области. Специалисты с огромным опытом работы. Сегодня, будучи уже на пенсии, они не перестают помогать своим молодым коллегам улучшать территории Подмосковья. Ветераны строительного комплекса путешествуют по региону, знакомятся с архитектурой, делятся багажом знаний с местной властью. Визит в Ленинский городской округ начался с посещения историко-культурного центра, где гостям показали фильм, посвященный 90-летию муниципалитета. А местные артисты подготовили для них небольшой концерт. В программе визита также была экскурсия по городу Видное. Ветераны-строители посетили аллею славы и отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Далее, останавливаясь у каждого памятника, они проследовали к беседке влюбленных – месту, которое пользуется большой популярностью у молодоженов. Здесь живут очень активные люди, которые не только живут, но и улучшают обстановку, всю в целом благоустраивают город, развиваются. Особенно впечатлила гостей территория возле кинотеатра «Искра», которая совсем недавно была реконструирована, и теперь это современная зона отдыха. Я бы в таком городе с удовольствием жил бы. Ну, так получилось, что уже все определено. Но так, как вы за эти годы сделали молодцы администрации, жители – это европейская культура в сочетании с хорошей русской современной культурой. Это сегодня у них есть свободное время, чтобы попутешествовать по Подмосковью и оценить уровень развития областных городов. В годы же трудовой деятельности они возглавляли крупные строительные предприятия, были большими начальниками в правительстве, кто-то даже был министром. Поэтому их мнение такое ценное. Очень интересно послушать их мнение, в том числе о тех планах, которые мы ставим перед собой, показать то, что уже сделано, ну и, соответственно, рассказать о своих планах на будущее. Воспитанники одного из детских садов Видного стали участниками акции «Безопасный пешеход», которую провели сотрудники ГИБДД. Они раздавали горожанам памятки с правилами дорожного движения. Дошкалята вместе с наставниками хорошо подготовились, повторили необходимые правила, сделали плакаты и отправились на одну из самых оживленных дорог города – на Советскую площадь. Ребята надели специальные жилеты, которые легко помогут водителям заметить маленьких пешеходов на проезжей части. Можно привлечь вам внимание. У нас сегодня проводится акция «Безопасный пешеход». И вот наши маленькие помощники сегодня хотят вам вручить небольшие листовочки, которые подготовили. Спасибо. Ребята, давайте, вручайте. Десятки листовок вручили во время акции и пешеходам, и водителям. Организаторы мероприятия отмечают важность подобных акций, ведь статистика ДТП не радует. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших. К сожалению, 10 участников дорожного движения у нас погибло, и 62 участника дорожного движения ранено. В завершении мероприятия юные инспекторы дорожного движения сделали фотографию на память. Любовь всегда побеждает. Это доказали ребята из театральной студии «Окна». На сцене Видновской школы номер 7 поставили спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Юные зрители завороженно следили за историей, знакомой каждому. Спектакль «Снежная королева» был представлен воспитанниками студии «Окна» на сцене Видновской школы номер 7. Участие приняла и классный руководитель ребят, сыграв в саму владычицу льдов. С интересом ученики младших классов следили за приключениями Герды и радостно аплодировали, когда сердце Кая оттаяло. Что так стучит в мои груди, что за вода течет из глаз, я вижу мир, как в первый раз. И не могу понять, где мы, как холодно в плену зимы. «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена – произведение, которое прочел каждый школьник. Несмотря на это, сам спектакль прошел в необычной форме. На сцене все говорили стихами. Одной поэзией дело не обошлось. Актеры пели, что, как отметил руководитель коллектива театральной студии, также развивает детей. Нас непременно настигнет удача. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это компактно, потому что всю информацию вбирает в строчки. И детям полезно, потому что они учат стихи. И в то же время работают с художественным словом. Играла в спектакле и юная звездочка, лауреат конкурса «Чтецов Моя Россия» Остап Кадерлеев. Воспитанник «Судия окна» исполнял второстепенную роль, был вороном. В интервью он отметил, что выделяться одетым в черное сложно, но он надеется, что у него получилось. Мне очень понравился спектакль. Он научит счастью, доброте, дружбе. И что никогда нельзя останавливаться, когда что-то случилось. Актеры после спектакля отметили, что премьера удалась. Многие уверены, что в следующей спектакле будут проходить все лучше и лучше. Ведь рассказывать со сцены по-настоящему добрую историю всегда приятно. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.